Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главное событие к этому часу. Скоро на выписку в больнице Середавина мальчик получил необходимую помощь после приступа в самолете, летевшим рейсом Екатеринбург-Симферополь. Поработал, отдохни. Передовики городских субботников получили благодарность от главы Самары. Красота за колючей проволокой в самарских колониях выбрали мисс Уиз. Состояние 10-летнего мальчика, у которого во вторник в самолете случился приступ эпилепсии, врачи оценивают как стабильное. Напомню, в самарском аэропорту Курумыч совершил экстренную посадку борт, следовавший рейсом из Екатеринбурга в Симферополь. Ребенок потерял сознание во время полета. Когда он перестал дышать, ему оказали первую помощь. Уже из аэропорта мальчика срочно доставили в областную клиническую больницу Середавина. Если бы экипаж не принял решение сажать самолет, возможно, приступ бы повторился, а это могло привести к остановке сердца, говорят врачи. Как выяснилось, в ходе обследования это был первый приступ. Ребенок эпилепсия ранее не страдал. При ряде провоцирующих факторов, особенно у детей, если это недосыпание, будь то ранний рейс или ночной рейс, игра в гаджеты, какая-то стрессовая ситуация, температура тела высокая на фоне ОРВИ, мозг ребенка подвержен разрядам эпилептическим. Это не обязательно развитие эпилепсии как болезни. Вероятно, ситуационно обосновленный единичный в жизни приступ. Выпишут ребенка из больницы в конце недели. Домой мальчик с мамой будет добираться уже на поезде. В ближайшее время летать ему запрещено. Это уже не первый случай в этом году, когда ради спасения жизни самолет сажают. В апреле в Курумыче экстренно приземлился рейс Москва-Фергана. Причина – роды 37-летней пассажирки из Узбекистана. Женщину отправили на скорой в помощи в больницу, а самолет полетел дальше. С инвестором строительство Самарской клиники сердца может стать одна из крупнейших в России компаний по предоставлению медицинских услуг. Вопросы сотрудничества обсудили на рабочей встрече губернатор Самарской области Николай Меркушкин, генеральный директор АВПетр Глеб Михайлик и директор компании современной медицинской технологии Сергей Шатила. Клинику сердца в Самаре строят по программе государственно-частного партнерства. Новый кардиоцентр в Самаре должен стать уникальным по формату, масштабу, уровню оснащенности и сервиса. Глеб Михайлик отметил, что при разработке проекта использовались самые высокие европейские стандарты. Компания Санкт-Петербурга также готова выступить с инвестором строительства. АВПетр уже участвовала в создании перинатального центра в Казани и родильного дома в северной столице. Месячник по благоустройству стал самым массовым. За последние годы почти полмиллиона человек вышли на общественный субботник. Причем многие организации работали в полном составе, а наиболее активные наградили в торжественной обстановке. Всего месяц понадобился горожанам, чтобы привести Самару в порядок. Убрали 46 миллионов квадратных метров территории, вывезли сотни тысяч тонн мусора. В общегородском субботнике приняли участие треть населения города. И вот подведение итогов. Организациям, которые наиболее активно участвовали в месячнике, вручены благодарственные письма главы города Олега Фурсова. В этом году мы подошли неординарно к тому, чтобы провести и обратиться ко всем людям, но и поднять ту народную волну любви городу Самары, чтобы практически не по приказу, а по зону сердца все вышли и привели наш город в чистоту и порядок. Я очень благодарна вам за то, что вы откликнулись на призыв главы городского округа Самары на то, чтобы город привести в порядок. У нас обновляются фасады исторического центра Самары, у нас украшаются многие места, которые для людей действительно исторически сложились, и они стали абсолютно родными. Договоры об участии в общегородском месячнике по благоустройству подписали более 50 организаций. В числе награжденных коллектив телеканала «Самаргиз». Редакция не только своевременно освещала все события, связанные с субботником, но и вместе со всеми убирала город. Без отрыва от телепроизводства сотрудники в полном составе вышли, чтобы привести в порядок двор на улице Черновеченской. Дорогие друзья, мы все самарцы, и нам от наших родителей, от наших бабушек, дедушек достался этот город. Со всеми ее великой историей, с его невероятным своеобразием, с его, наверное, большими проблемами. По-моему, то, что происходит сейчас, это большой шанс оставить нашим потомкам этот город только с достижением истории и своеобразием, и без этих проблем. Спасибо всем большое. Но масштабные работы по благоустройству продолжаются. Жителям, гостям города следует отнестись с пониманием к разрытым улицам и прикрытым дорогам. Всего за год Самара может преобразиться до неузнаваемости, так, чтобы достойно встретить игры мирового футбольного первенства. Олег Зверев, Василий Калдашов. События. Отопление водопровода и электрика в 10-м доме на аэродромной заменили все коммуникации по программе капремонта. Инженерная проверка показала, старые трубы были забиты, а электрика находилась в ужасном состоянии. Вместе с жителями работы принимала Марина Матвейшина. События пятиэтажного масштаба. Жители Хрущевки по улице аэродромной сегодня принимают работу по замене инженерных сетей. Полтора месяца назад в доме начался капитальный ремонт. Жители обрадовались. За 55 лет в доме ни разу не меняли трубы полностью. С конца прорывались трубы, топило людей, особенно на чердачных помещениях. Вот там сейчас все заменили и все нормально у нас. Сразу после отключения отопления бригада рабочих принялась менять все трубы. Системы водоотведения и отопления. В теплоузле мы заменили все трубы, заменили задвижки. Новые манометры, новый термометр установили. Заменили все запорные устройства. Новые батареи в подъездах и квартирах обещают сделать предстоящие зимы теплыми и уютными. А новые светодиодные лампочки помогут сэкономить на электричестве. Всю проводку тоже поменяли в рамках капремонта. Мы поставили новый шкаф, новый ВРУ с новой автоматикой, со ставками новыми, счетчики учета, отдельно домовой, отдельно места общего пользования. Провели новую проводку по всему дому, по стоякам. Рабочие подрядные организации трудились под чутким контролем как самих жителей, так и надзорной службы фонда капремонта. Специалисты фонда выезжают на объекты каждую неделю, если требуется, то и чаще. Проверяют качество работ и разрешают возможные конфликты между подрядчиком и людьми. Чаще всего это решается в пользу жителей и тот материал, которым необходимо, устанавливают именно тот материал. Это все идет на согласование, согласование с руководством и, соответственно, пропускается при предъявлении определенных сертификатов, если идет замена конкретного материала, указанного в договоре, на новый материал. По завершению жители, управляющие организацией и фонд капремонта подписывают акт о приемке работ. Гарантия у нас на объектах 5 лет по договору. В течение гарантийного срока мы всегда адекватно относимся ко всему этому. Мы меняем, исправляем. Всего в рамках программы капремонта сделали более 2000 домов. По решению жители в них меняли коммуникации, чинили крышу или приводили в порядок фасад. На этот год запланировано отремонтировать еще тысячу многоквартирных домов. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События. Своё первое заседание провел экспертно-консультативный совет при избирательной комиссии Самарской области. На уроксобрании члены совета выбирали заместители председателей и обсуждали ряд нововведений выбранного процесса. В состав совета вошли представители политических партий, редакции средств массовой информации, вузов и территориально-избирательных комиссий Самарской области. Главная задача – повышение уровня доверия населения к выборам. Что мы ждем от этого совета – это обсуждение всех тех проблем, которые накопились в избирательной системе, конструктивной критики, конечно, и совместной выработки решений, которые позволят нам все-таки проводить выборы как можно чище, как можно легитимней, с тем, чтобы у людей возникало как можно меньше вопросов к тому процессу, который у нас ежегодно теперь проходит. А теперь коротко о других событиях дня. На пересечении Московского шоссе Луначарского установили знаки временного направления движения. Работы на участке ведутся уже давно, сейчас завершается подготовительный этап. Техника расчищает территорию, рабочие обустраивают ливневую канализацию. Знаки, которые появились на перекрестке, указывают, что объезд участка в сторону центра города будет проходить по проспекту Масленниково, а движение по Московскому шоссе полностью закрыто. Направление объезда из города будет работать по Гагарину. Окончательную схему всех объездов ГИБДД предоставят 1 июня. Не хочешь деньгами, возьмем коровы. В Безенчукском районе судебные приставы возбудили 9 исполнительных производств на предприятие, которое задолжало своим работникам 40 тысяч рублей. Приставы наложили арест на имущество организации и конфисковали телку черно-пестрой породы весом 201 килограмм, которая стоит 48 тысяч рублей. При этом должника уведомили, что если он не выплатит долг по зарплате, то его корову выставят на торги. Сразу после этого предприятие полностью выплатило своим работникам причитающуюся по закону деньги. И арест коровы сняли. Самарты смогут получать консультацию у врачей онлайн. Российская интернет-компания запустила такое приложение. С помощью сервиса любой обладатель смартфона, подключенного к интернету, сможет получить совет квалифицированного терапевта и педиатра. Пообщаться с специалистами можно будет в чате или по видеосвязи. Первая консультация будет стоить 99 рублей, каждое последующее 499 рублей. Кроме этого, врач может посоветовать вызвать скорую помощь. В этом случае денег он не возьмет. АвтоВАЗ будет платить стипендии студентам Тольяттинского университета. Такое соглашение подписал президент завода Николя Мор. Автозавод готов обучать и затем трудоустроить 155 выпускников ТГУ. Работать будущим выпускникам предстоит в научно-техническом центре завода. Автозаводу нужны инженеры, дизайнеры, конструкторы и технологи. Договор заключили до 2022 года. Для чтения лекций завод планирует привлекать собственных сотрудников, чтобы будущие выпускники полностью соответствовали требованиям предприятия. Самара вошла в топ-5 городов для летних путешествий с детьми. Помимо столицы губернии в список вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. Рейтинг основан на результатах анализа бронирования отелей на летний сезон. По данным исследований, в Самару летние поездки с детьми бронируют в среднем на 2,5 дня и потратят на проживание более 2,5 тысяч рублей в сутки. Кроме того, в первую десятку российских курортов, популярных для летнего отдыха с детьми, входят Сочи, Анапа, Ялта, Геленджик, Алушта, Евпатория. Там на летний отдых с детьми отправляются в среднем на 2 недели и потратят на проживание 3,5 тысяч рублей в сутки. Восемь интернет-магазинов по продаже синтетических наркотиков закрыли самарские полицейские уже в этом году. Задержано 14 человек, в том числе две женщины. Они подозреваются в незаконном обороте наркотиков. По данным полиции, в Самаре действовали четыре группы наркодилеров. У них был крупный торговый склад, операторы интернет-магазинов и так называемые закладчики. С потенциальными клиентами общались по СМС, наркотики передавали через специальные тайники. Оплату у покупателей переводили на электронные кошельки. Но даже при такой обезличенной схеме наркополицейские обнаружили и задержали преступников. При досмотре и обыске в местах проживания подозреваемых практически в каждом адресе были изъяты наркотические вещества весом от нескольких грамм до 7 килограмм. Всего при проведении мероприятий были изъяты более 14 килограмм наркотических средств. Сейчас большая часть задержанных находится под стражей. Остальные дали подписку о невыезде. В уголовных делах они обвиняются более чем в 100 фактах продажи наркотиков. По эту сторону решетки. Среди красавиц уголовной исполнительной системы прошел конкурс профессионального мастерства «Мисс УИС». Девушки состязались и в спорте, и в творчестве, и даже попали на бал. В том, что иногда неплохо снять погоны, убедилась Мариана Мирная. Инспектор УФСИН Анастасия Севцова перемерила не один десяток платьев, прежде чем остановиться на этом, золотом. Решила, что вальсировать нужно исключительно в коренолине. Волнение. В финале конкурса «Мисс УИС». Девушка не испытывает, говорит специфика службы. Нас готовят это с первого курса института, и все-таки погоны дают определенный, накладывают отпечаток. То, что в трудной ситуации, ты можешь быстро взять себя в руки, собраться. И Родина зовет. На протяжении месяца девушки соревновались в беге, боевых искусствах, стрельбе и плавании. Сегодня жюри оценивало их красоту и творческий потенциал. Танцы, песни, стихи. Сотрудницы УФСИНа, как показывает практика, на все руки мастерицы. Были даже акробатические номера, которые приводили зал в полный восторг. Наши девушки, нам, мужчины, сегодня сделали хороший праздник. Сегодня день красоты. Таких замечательных причесок, таких нарядов. Мы давно, честно говоря, в нашем управлении не видели. Этот праздник не только для наших женщин, но и для всего нашего коллектива. По признанию самих девушек, конкуренция очень сильная. И в таком составе соперниц все же главное не победа, а участие. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. А вот о чем мои коллеги расскажут в следующих выпусках. Доехать до аэропорта в полтора раза быстрее. Новую дорогу от поселка Волжского до Курумыча откроют в конце года. Окультуриваться по-честному. Областной Минкульт подвел итоги целевой программы противодействия коррупции. Танцуем вместе. Уникальный ансамбль Soul Dance провел гала-концерт. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на ютюбе. Читайте нас в твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова